всем привет ребята сегодня замечательный солнечный день по нашей квартире об этом конечно не скажешь но если посмотреть на небо она ясная светит солнышко нет ни туч него не облаков вот а мы сняли с вами видео до прошлой неделе на но у нас там не получилось немножко с детками но сегодня это свершилось мы это осуществили мы все отсняли так что ваня сейчас садится монтировать а я иду на ногти у меня же по отваливались опять 22 2 ногтя у меня такой прикол это уже второй раз у меня цепляются покрытие мокро ты же хватал тут на всю ивановскую вот уже второй раз хотя до этого несколько месяцев я делала ногти у того же мастера и принципе все было хорошо и тут она мне задает вчера вопрос но я ей пишу что опять отвалились ногти и она говорит и сушь такое ну почему она не понимает потому что нормально все было тут в раз как бы отваливается покрытие и она не задает вопрос а ты бери а ты не беременна и так нет просто иногда когда меняется гормоны у женщины в организме ну во время беременности я знаю что и краска ложится по-другому на волос ногти по-другому реагирует ничего не держится вот но я не беременна да меня тошнило вот на днях но я думаю это из-за какой-то еды мне кажется в ресторане что-то не подошло мне и из этого мне было плохо но я сто процентов не беременна прям я на на миллион процентов уверена но когда она мне задала такой вопрос у меня знаете капелька сомнений все-таки в меня закралась или потом но проанализировала все думаю нет это невозможно нет 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 точно точно нет точно нет точно нет вот то что пойду опять еще раз два ногти делать и делать делать педикюр именно с этим с покрытием потому что до этого были педикюры без покрыть просто свои натуральные ногти ухоженные вот и сегодня иду чтобы уже покрыть потому что судя по погоде уже совсем скоро захочется обуть открытую обувь и хочется чтобы ножки но ногти на ногах были красивые вот так что она мне что-то написала но телефон был занят мы снимали видео то что сейчас посмотрим что-то пришло за сообщение и кстати еще вышло видео на свитхом наш рацион на день чем мы питаемся что мы едим в течение дня мы и наши дети и огромное спасибо вам за комментарий за вашу поддержку очень многие написали что о если катя готовит значит надо повторять что их семьи любят мои рецепты что не всегда понравится что невкусно это безумно приятно огромное спасибо а единственное что я не поняла ну есть комментарии которые пишут что мы очень много едим но также я видела комментарии где люди пишут что в смысле много у детей обычных три приема пищи у взрослых два кстати чай я не считаю перекусом так чисто от себя уже скажу тем более я один раз чай попила с печенье второй раз чай я попила с конфеткой одной из черным шоколадом без сахара и кофе ну в принципе короче для кого-то мы много едим для кого-то они очень очень много для кого-то все время много все время говорят что порции огромные хотя камера вот честно скажу камера вообще не передает настоящее количество еды это только по граммам можно наверное показывать и определить много или немного что я заметила что часто пишут у вас такие огромные порции хотя ну сыну я там суп наливаю один половник один и потом пишет ой как много я не знаю пол поля половника что ли это нормально ну короче 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 но так в основном огромное спасибо вот правда вдохновляете меня заряжаете хочется еще что-то интересное отнять я кстати планирую попробовать отснять евро на недельку здесь в андорре попробовать неделю питаться каждый день на 1 евро нет вас я мучить не буду вы будете правильно нормально питаться а я попробую сделать да цены сейчас конечно очень сильно взлетели совершенно другие но мне прям самой интересно насколько это вообще реально что можно на 5 рабочих дней до берем неделю рабочую 5 рабочих дней то есть 5 евро на 5 евро организовать себе ну ладно завтрак я не завтракаю на 5 евро но при этом не тратить 5 евро по одному евро в день нет у тебя есть 5 евро ты закон да ты же покупала ходила каждый день нет я не каждый день ходила нет нет мне было 5 евро я пошла на 5 евро купила продукты и в течение этих пяти дней питалась этими продуктами ну каждый день ходить на 1 евро это это не это невозможно я надеюсь они сохранились под подставой если нет да ну я думаю сохранились что ребята мы уже были дома я приготовила еду взяла ее с собой забрали детей и решили поехать на озеро мы доехали а там тупик там нужно было много идти пешком посмотрели дорогу с другой можно стороны чуть-чуть подъехать ближе чем эта дорога короче не знаю доедем сегодня до озера или нет надеюсь солнце к этому моменту не сядет что мы взяли еду детям нам кофе взяли что это просто конечно десерт тоже взяли и сегодня впервые они практически всю дорогу плакала и кричала сейчас вот она затихла я достала камеру и этого что-то я так уже отвыкла от того что дети плачут в машине когда мы куда-то едем что ванюшу же очень давно никак не плачет вот они в принципе тоже с рождением не кричала а тут мне не знаю мы уже остановились на заправке я ее и так и сяк она не хочет быть на руках я ее пустила на асфальт и она просто села и полу лежа на асфальте то есть вот когда вот она психует и и сейчас вроде вот вроде как подуспокоилась вот что хлопала на ее настроение я не знаю что с ним то ли это был выплеск то ли ей было больно может у меня что-то болело а что нам не без приключений это ручка ваня что особо за ней держатся вот так вот вот так вот едешь и держишься ну у тебя и у нас это чтобы солнышко в глаза не светила козырек мы приехали на на озеро но на него нужно идти где-то полчаса но я сомневаюсь что мы дойдем потому что хочешь дойти тогда вставай и иди смотрите этот не хочет идти ногами анютка ну само собой она ногами не ходит пока ну на дальние до такие расстояния вот но ванюшка что-то не хочет может пойдешь хотя бы они покормили просто сейчас пока мы покормим то стемнеет уже это она просит ягоды но здесь очень красиво анюта анют чего хнычем о есть солнышко пошлите на полянку если поедим еще солнышко не сядет пойдем дальше ваняшка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Мы уже дома, ребята. Анечка спит, Ванюша в процессе. Я разогрела ужин, но помимо этого, еще так как Ваня завтра уезжает, вот чтобы он там у меня не был голодным, потому что там вообще нет еды, я ему приготовила завтрак и ужины, точнее обеды и ужины с собой. Вот, это он уже будет кушать и потом вам покажет вкусноту, которую он будет есть. У нас там есть микроволновка, так что нужно будет просто поставить микроволновку, таппер, разогреть и все, и все будет готово. Вообще у меня идея... Я никогда так не делала, но сейчас очень модно, вообще очень давно уже модно, особенно на американском ютубе, готовить еду прямо на неделю в таких-то пирочках, в коробочках, и ты просто разогреваешь и ешь, то есть за один раз приготавливаешь еду на всю рабочую неделю, ну, то есть на 5 дней. И мне интересно попробовать такой вариант, не знаю, насколько это удобно, я никогда как бы не экспериментировала таким образом, ну, вот я сделала 4 порции еды, абсолютно разной, на 2 дня, получается, на 1 человека. Ну, мы как приехали, Катя, вот все это время была на кухне, не знаю, сколько там, 2 часа? Да, ну, не, хотя, может, 9, да, 2 часа. 2 часа это было. Я тем временем уложил Анютку, потом уложил Ванюшку. Катюша все это время готовила. Я бы с ума сошел. Вот, и еще днем я приготовила курицу, гречку, овощи, это то, что Ванюша кушала на природе, и Анюта, ну, и вот нам порция на ужин. Петербрат съел. Не с Анютой, блин, два сапога параня, тоже выщипывает мякиш. Ой, ладно. Всем приятного аппетита. Ребят, у нас уже все спят, Катя тоже пошла спать, я только что принял душ, и сейчас буду садиться за монтаж, у меня тут ноутбук, планшет, все валяется, буду монтировать. И увидимся с вами завтра. Завтра мне рано вставать и ехать в МВС, а не. Все, увидимся с вами завтра, и всем пока-пока. Пока-пока.